Самая первая энциклопедия – великолепная серия познавательных книг для самых юных и любознательных читателей. Яркие красочные издания дают ответы на множество вопросов об окружающем нас мире, который так любят задавать дети. В тропиках обитают самые разные обезьяны, змеи и ящерицы, райские птицы, разноцветные лягушки и летучие мыши. О них увлекательно расскажет энциклопедия «Животные джунглей». Тропики – это районы земли вблизи экватора, по обеим сторонам от него. Там не бывает холодной зимы и круглый год царит жаркое лето. В некоторых тропических районах часть года льют дожди, а потом наступает сухой сезон, когда дожди случаются редко. Вот в таких условиях растут удивительные тропические леса. Их иногда называют джунглями. В джунглях живут необычные тапир и капибара. Тапир похож и на свинью, и на слоненка. Это довольно крупный зверь с массивным телом и крепкими короткими ногами. Его нос вытянут в забавный подвижный хоботок с чувствительным пятачком на конце. Живут тапиры в тропических лесах Южной Америки и Азии. Капибара – самый большой на свете грызун из тропических лесов Южной Америки, размером с упитанного поросенка. Живут капибары по берегам реки и озер и являются великолепными пловцами. Самое маленькое копытное животное – оленек. Тоже живет в джунглях. Размером он чуть больше зайца. Умеет взбираться по лианам и иногда ночует в дуплах. В тропических лесах по всему миру обитает множество видов попугаев. Это подвижные и шумные птицы. Их легко можно узнать по большой круглой голове с массивным крючковатым клювом. Окраска оперения у них бывает всех цветов радуги. Зеленая, красная, синяя, желтая. На земле обитают самые разные животные. Одни питаются травой, ветками и листьями кустарников, плодами деревьев. Поэтому их называют растительноядными. Другие охотятся и поедают свою добычу. Огромные тигры, коварные крокодилы, зоркие орлы, мохнатые пауки и прожорливые окуни – все они хищники. О них и расскажет красочно иллюстрированная энциклопедия. Бурый медведь – один из самых крупных наземных хищников. Одним ударом лапы он может сломать спину быку. Границы своих угодий медведи помечают длинными царапинами, задирами на стволах деревьев. Эти звери едят ягоды, сочные корешки, орехи и мед, но также и личинок муравьев, рыбу, грызунов и копытных. Хищных птиц легко узнать. У них крючковатый острый клюв и когтистые лапы. Острое зрение позволяет им разглядеть добычу с большой высоты. Днем на охоту вылетают соколы, ястребы, коршуны и другие, а ночью – совы. Крокодилы ловят в воде рыбу и пришедших на водопой копытных. Эти терпеливые хищники могут подолгу поджидать добычу, но потом ни за что ее не отпустят. Плавать им помогает сильный хвост и плавательные перепонки на задних лапах. Существует множество видов хищников. От крупных хищных млекопитающих, таких как львы и тигры, до мелких насекомых и даже растений. Познакомит юных читателей с различными породами собак, даст представление о том, как собаке помогают человеку в жизни, энциклопедия «Собаки и щенки». Собака – первое животное, которое одомашнили. И произошло это около 10-14 тысяч лет назад, когда наши далекие предки одевались в шкуры и добывали пропитание охоты и собирательством. С древности собак использовали для охоты, охраны, пастбы скота, перевозки грузов. Но главное, собака всегда дарила хозяину безграничную любовь и преданность. Вот почему она – лучший друг человека. С точки зрения собак мы практически лишены обоняния. В нашем носу есть около 5000 чувствительных нервных окончаний, улавливающих запахи. А у собаки их в 40-60 раз больше. Вот почему собаки могут идти по оставленному много часов назад следу, находить под разваленными зданиями людей и отыскивать спрятанные взрывчатые вещества. С человеком собаки общаются с помощью богатой мимики, выразительных поз, движений хвоста, разнообразных звуков, весьма красноречиво выражая свои эмоции, намерения и желания. В мире существует около 400 пород собак. Они различаются не только размером и внешним видом, но и характером, темпераментом, рабочими качествами. Существуют охотничьи, служебные, издовые, пастушеские породы собак. И все они верны и преданы человеку. Россия – самая большая страна в мире. А какая она красивая! Здесь есть горы и равнины, леса и степи, реки, озера и моря. И каждый уголок нашей Родины населен разнообразными животными, о которых расскажет энциклопедия «Животные России». Арктика – это настоящее царство холода на севере России. Температура воздуха даже летом редко поднимается выше 0 градусов. Белый медведь – грозный хозяин этих мест. От холода его спасает толстый слой подкожного жира и густая шерсть. Он отлично плавает и ныряет в ледяной воде. В смешанных и лиственных лесах зима не такая долгая и морозная, как на Крайнем Севере. А лето – теплое. Здесь обитает множество разнообразных птиц и зверей. Ёжи, лиса, барсуки, крот, белка и дятел. Большую территорию России занимает степь. Зима там малоснежная, а лето жаркое и засушливое. В степи живет дрофа – крупная птица. Она поднимается в воздух с разбега, а ее полет красив и грациозен. Однако она предпочитает двигаться по земле, умеет быстро бегать и в случае опасности прячется в траве. В реках, озерах, болотах и прудах обитает множество различных рыб, лягушек, рачков, насекомых. Ими питаются серые цапли, которые медленно ходят по мелководью и клювом собирают добычу. В энциклопедии техника представлены различные технические приборы и механизмы. Техника нам помогает жить, путешествовать, работать, учиться, общаться с друзьями и родными. До изобретения холодильника люди пользовались ледниками, потому что знали – холод сохраняет продукты свежими. Первые холодильники, похожие на шкафчики, появились в 1910-е годы в Америке. В наши дни холодильники выпускают с несколькими отделениями, где поддерживается разная температура. Слово «компьютер» произошло от латинского «comput», вычисляю. Первые компьютеры появились в 1975 году. Сначала эта машина только считала и была очень большой. Но теперь компьютер умеет писать, рисовать, показывать фильмы, дозваниваться вместо телефона. Машины-роботы выполняют за людей тяжелую, опасную или вредную для здоровья работу, где нужна большая точность. Им не страшны холод и мрак. Роботы опускаются на морские глубины, отправляются в космос, ведь машинам не нужны ни пища, ни воздух. Еще больше интересных фактов и ответов на свои вопросы найдет маленький Любознайка, прочитав занимательные рассказы «Обо всем на свете» из серии «Самая первая энциклопедия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»